ПЕС НИГЕР Так, давай в этот раз без пространной философии, сравнений и прочего. Сразу к делу. Из главного меню мы попадаем в перечень миссий. И тут мы видим картинку и название миссии. И если она уже пройдена, то лучший результат. Больше, собственно, здесь ничего такого нет, поэтому давай драться. Но перед дракой, притом перед каждой, идут такие вот заставки, выполненные в комиксоидном стиле. Чем-то мне этот стиль напомнил рисовку в GTA. Ну, ты помнишь, там на загрузке были такие вот чуваки. Но здесь это не загрузка, а вполне себе полноценная заставка. Кстати, да, тут есть и Snoop Dogg, лично озвучивший своего персонажа. Да и вообще, озвучка весьма хороша. Разумеется, где диалоги, там и сюжет. Но о нем я рассказывать не буду, чтобы не портить тебе радость самому его узнать. Так что заставочку мы благополучно скипнем. Но по закону жанра, при слове файтинг, у большинства возникают ассоциации с, так сказать, классическими файтингами, вроде Mortal Kombat'а или Tekken'а. И наш путь пса немного отходит в сторону от классики жанра и пытается быть чем-то особенным. Главным образом, эта попытка заключается в том, что абсолютно весь игровой процесс завязан на квик-тайм-ивентах. Ну, это когда от игрока требуется совершить какие-то определенные действия за какое-то определенное время. И, если ты помнишь, я не раз говорил в прошлых обзорах, что просто тащусь по подобным вещам. Впервые я с ними столкнулся в игре Фаренгейт. Вообще, Фаренгейт для меня вот уже много лет остается эталоном того, какой должна быть хорошая игра. Так вот, там боевые сцены тоже были завязаны на квик-тайм-ивентах. Но немного по-другому. Здесь это происходит так. На полосе расположено несколько кружков, напоминающих мишени. По этой полосе бежит атакая точка, и нам надо успевать тапать по экрану, когда точка проходит через центр мишени. Это первый вид. Есть и второй. Иногда нужно свайпнуть в нужную сторону с нужной скоростью. Шкала жизней тоже пытается быть оригинальной, и у нее это, в принципе, получается. Дело в том, что у нас здесь происходит некое перетягивание каната. То есть, если ты пропускаешь серию, полоска врага как бы теснит твою. Задача — заполнить всю полоску своим цветом. Ну и еще кое-что. Все действие происходит в ритм музыки. То есть, нужно уметь чувствовать ритм, и тогда тапать будет значительно проще. Это становится практически автоматическим процессом. И это еще одна весьма свежая для файтинга идея, которую продемонстрировала эта игра. В общем-то, давай подводить итоги. И поскольку весь обзор я ее хвалил, начнем с минусов. Первый минус — это то, что действительно вся игра состоит из тапания в нужный момент. Ритм ритмом, а разнообразия хочется. Ну а самый главный минус — то, что все эти полоски, кружки и мишени дичайше отвлекают от всего происходящего в игре. Кажется, с таким же успехом разрабы могли бы вообще убрать дерущихся персонажей и оставить нам только мишени на черном фоне. И это обидно, потому что графика в игре интересная. И это приводит нас к плюсам. Как я уже сказал, первый плюс — графика. Если ты все же будешь как-то успевать следить за самой дракой, то прорисовка и стиль, несомненно, доставят. Второе — игра вообще сделана качественно, ничего не выубивается из общей тематики и ничего не виснет. Вообще, создается впечатление тщательно сделанного продукта. Ну и, конечно же, Snoop Dogg. Честно говоря, рэпчик я не люблю, но если быть объективным, то Snoop — это хорошо. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся, ставь лойсы и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mop.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok